Жуткая авария, которая повергла в шок и журналистов, и политологов. На трассе Киев-Ягодин в Ривнанской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли 5 человек, четверо на месте, один в больнице. Все они известные люди. Подробнее Инна Белецкая. Авария с леденящими кровь подробностями. Трасса с хорошим покрытием, но мокрая после дождя. Легковушка с водителями четырьмя пассажирами вылетает на встречную полосу и на полном ходу сталкивается с лесовозом. Грузовик слетает кювет. Его водитель жив, утверждает, пытался избежать столкновения. Легковик, с неведомых причин, выехал на вспомогу с встречного руха, где заткнулся с вантаживкой. На свете дорожной транспортной пригоды четверо людей погибли на месте, и еще один помер в реанимации. Ведомо, что водитель автомобиля повернулся из Варшавы до Киева. Сейчас открыто криминальное проведение. Следующие и эксперты выясняют все вставы автопригоды. В машине было четверо политологов и журналистов. Возвращались из Варшавы, где проходила конференция, посвященная гибридной войне. Мы общались с исследователями. Шучу за все, там, по-перше, плохая дорога была. Есть следы от вантаживок. И он, возможно, обходил эти следы от вантаживок. Слезка дорога, и машина выскочила на встречную смогу. Видно, что это, шучу за все, трагичная случайность. Потому что, по-перше, ехали уже втомленные из Польши. По-друге, дорога была достаточно слезка. За рулем находился журналист Пильна ТВ Владимир Карагиаур. На его странице в Фейсбуке коллеги назвали этот день «черной средой». Вместе с Владимиром из Варшавы возвращались известные в Украине политологи Александр Маслак, Алексей Куриной, Александр Неконоров, а также бывший замглавы Донецкой военно-гражданской администрации, руководитель антикризисного медиа-центра в Краматорске Сергей Попов. Советник министра информационной политики Алина Фролова вспоминает, что это был хрупкий с виду украиноязычный мальчик, боролся за Донецк. Мальчик оказался сильным мужчиной, с огромным желанием сделать так, чтобы Украина состоялась. Друзья и коллеги организовали сбор помощи родным. Сегодня вечером в Киеве состоится вечер памяти погибших. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область. Продолжение следует...